Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы поговорим сейчас о четвертой главе послания апостола Павла к римлянам. В конце третьей предыдущей главы апостол говорит о том, что наша жизнь оправдывается перед Богом нашей верой в то, что Иисус принес жертву за нас, за каждого из нас. Доверие в этого факта. И в качестве примера того, как это бывает, апостол Павел предлагает читателю подумать об Аврааме. Вот чем оправдался, говорит апостол Павел, Авраам перед Богом? Делами или как-то иначе? Потому что, говорит, если Авраам действительно делами праведности перед Богом оправдался, то это похвально, но при чем здесь Бог? Он имеет похвалу, но не перед Богом. И вот апостол говорит, Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. По-видимому, это такая ключевая формулировка, одна из важнейших мыслей в богословии, в той среде богословской, интеллектуальной, в которой Павел сформировался и живет. И поэтому он вспоминает это здесь и говорит, ну, посмотрите, Авраам оправдывается, ему вменяется в праведность доверие Богу, а не что-то другое. В предыдущей главе Павел говорил о том, что в конце концов мы оправдываемся доверием тому, что жертва Иисуса принесена за каждого из нас, вот лично за тебя, если ты доверяешь этому, вот это твое оправдание перед Богом. Если не доверяешь и пытаешься на что-то другое опереться, например, на закон, на какие-нибудь дела закона, то это твой крах. И вот здесь он говорит, вот Авраам, он так доверял тому, что Бог ему сказал, и это вменилось ему в праведность. То есть воздаяние делающим, он говорит апостол, вменяется не по милости, а по долгу. Но то, что Бог делает людям, то, что Бог спасает нас, то, что Бог возрождает нас к жизни, оправдывает во Христе для апостола Павла дар милости, дар благодати, бескорыстный, щедрый и незаслуженный. Вот еще одна идея, которую он здесь вводит в свое рассуждение, то, что спасение – незаслуженный дар, оно обусловлено тем, каково сердце Бога, а не тем, каковы мы с вами. Вот поэтому неделающему, но верующему вменяется в праведность, потому что это дар милости, это дар благодати. По-разному здесь формулирует апостол Павел в разных местах эту идею воздаяния неделающему, но верующему тому, кто оправдывает нечестивого. Вера вменяется в праведность. Вот это доверие. Далее он рассуждает снова об Аврааме, говоря о том, что вера вменилась ему в праведность до обрезания, прежде чем Авраам, собственно, вошел в некоторые рамки закона. И апостол говорит о том, что он стал отцом не только принявших обрезания, но отцом тех, кто доверяет Богу. В этом, говорит апостол Павел, в данном месте сущностная особенность, так сказать, Авраама. То, что ему дано, Аврааму, обетование быть наследником мира, дано ему не через закон, а через праведность веры. Ну вот, для современного читателя может быть достаточно сложная конструкция, и даже, может быть, не всегда убедительная, потому что, повторю, рассуждение Павла все-таки очень и очень в контексте его конкретной культуры. Но дальше, в заключении, он в 16 стихе говорит, одним словом все вот так устроено, как было описано про Авраама, чтобы было по милости, по вере, чтобы было по милости, чтобы обетование Божье было непреложно для всех, для всех. Вот что, собственно, в этой главе существенно для Павла сказать, что независимо от закона правда Божья во Христе Иисусе дается всем нам, как и Аврааму она была дана, это оправдание в вере Авраама, до закона, до обрезания, так и всем она дается, независимо от закона, чтобы было по милости, чтобы действительно помилование Божье могло охватить все человечество и не было избирательным. И далее еще с разных сторон в контексте истории Авраама, рассмотрев это все, что Павел ближе к концу главы говорит вот о чем. Не только про Авраама написано, что там ему вера в милость и праведность, но и про нас, верующих тому, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа. Значит, доверие тому, что жертва Христа, как мы уже видели, принесена за тебя, и доверие тому, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых. Вот что такое вера в Иисуса Христа для апостола Павла. Здесь, в конце четвертой главы, он предлагает иные вещи, не такие, как он говорил о вере, скажем, например, в первой главе. Доверие тому, что за тебя умер Христос, доверие тому, что Бог тебя оправдывает воскресением Иисуса Христа.